Вашему вниманию представлена лекция по дисциплине электрические станции и подстанции. Сдел 5. Электростанции. Схема подстанции. Лекция 1. Тепловые конденсационные электрические станции. Теплофикционные электростанции. Лектор. Ломбаев Феликс Муземяш. ИКН факультета энергетики, автоматики, телекоммуникации. Кандидат технических наук. Ассоциированный профессор. Прошлые лекции вы изучали трансформаторы напряжения. План лекции на сегодня. Тепловые конденсационные электрические станции КЭС и теплофикационные электростанции ТЭЦ. Тепловые конденсационные электрические станции КЭС и тепловых электростанций химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в котлевую энергию водяного пара, приводящего в вращение турбоагрегат, паровую турбину, соединенную с генератором. Техническая энергия вращения преобразуется генератором в электрическую. Топливом для электростанций служат уголь, торф, горючие сванцы, а также газ и мазух. В отечественной энергетике на долю КЭС приходится до 60% выработки электроэнергии. Основными особенностями КЭС являются удаленность от потребителей электроэнергии, что определяет в основном выдачу мощности на высоких и сверхвысоких напряжениях. Блочный принцип построения электростанций. Мощность современных КЭС обычно такова, что каждая из них может обеспечить электроэнергию в крупный район страны. На рисунке показана фотография КЭС. Технологическая схема представлена на схеме. Здесь мы видим один склад топлива, два топлива приготовления, три котел, четыре турбина, пять конденсатор, циркуляционный насос, семь конденсаторный насос, восемь питательный насос, девять горелок котла, десять вентилятор, одиннадцатый насос, двенадцатый насос воздухоподогреватель, четырнадцать, шестнадцатый насос подогреватель, тренадцатый насос водяной экономайзер, пятнадцатый оратор. Вода, которая берется из водоема, сбрасывается обычно тоже в водоем после того, как она из пара охлаждается до горячей воды. Построение КЭС по блочному принципу дает определенные техническо-экономические преимущества, которые заключаются в следующем. Улегчается применение паровысоких, сверхвысоких параметров вследствие более простой системы паропроводов, что особенно важно для освоения агрегата в большую мощность. Обращается и становится более четкой технологической схемой электростанции, вследствие чего увеличивается надежность работы и облегчается эксплуатация. Уменьшается, в отдельных случаях может вообще отсутствовать резервное тепломеханическое оборудование. Сокращается объем строительных и монтажных работ. Уменьшается капитальный затрат на сооружение электростанции. Обеспечивается удобное расширение электростанции, причем новые нагрузоблоки при необходимости могут отличаться от предыдущих по своим параметрам. К особенности НКС относятся строительство по возможности ближе к месторождению топлива. Давляющая часть энергии отдается в электрические сети повышенных напряжений от 110 до 75 кВт, работают по свободному графику, то есть не связанному с тепловыми потребителями, графику выработки электроэнергии. Мощность их может меняться от расчетного максимума до технологического минимума. Имеется относительно низкий КПД 30-40%. Низкоманевренно, разворот, турбины, набор нагрузки из холодного состояния требуют примерно от 3 до 10 часов. Следующая категория теплофикационной электростанции ТЭЦ. Этот вид электростанции предназначен для централизованного оснажения промышленных предприятий и городов электроэнергии в целом. Здесь отличие от КЭС существенное в том, что на схеме контур сетевой насос и сетевой подогреватель получают воду из тепла централи и туда же ее подают горячую. То есть обеспечивает теплом какой-то определенный объект. Это может быть город, область и так далее. То есть вода не просто сбрасывается в водоем и охлаждается, а используется более рационально. Здесь показана схема технологическая ТЭЦ, 1 дымовая труба, 2 главный корпус, многоампермита, проводы, 4 здания, клава распределительного устройства, 5 трансформатор связи, 6 крытые распределительного устройства, 7 градирных. К особенностям КЭС относятся. Строится вблизи потребителей тепловой энергии. Обычно работают на привозном топливе, потому что строится не рядом с месторождением долбочей этого топлива, а рядом с тем, что мы в первом пункте сказали с потребителем электрической энергии. Большую часть вырабатывания электроэнергии дают потребителям ближайшего района. Работают по частично вынужденному графику выработки электроэнергии. То есть график зависит от теплового потребителя. Низкоманевренные КЭКС имеют более высокий КПД до 60-70%. Из-за того, что горячая вода не сбрасывается в водоем, а передается потребителям. Для закрепления материала необходимо ответить на следующие контрольные вопросы устройства тепловых кондиционных электрических станций и устройства теплофикационных станций. В следующей лекции вы будете изучать атомные электростанции, газотурбинные электростанции и дизельные электростанции. Продолжение следует...